И всем привет, ребят! С вами Сорванка. Сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас стартовал в игре новый хэллоуинский спецрежим. Это режим, который приурочен в Аспожиге. И сегодня вместе с вами мы его скатаем, попробуем, рассмотрим. Ну и я надеюсь на то, что разберемся. Более подробно, стоит ли играть этот режим, насколько он жесткий по фарму, насколько много можно заработать там опыта, насколько можно много заработать кристаллов, ну и насколько часто падают в нем голды. Наш первый спецрежим меня, честно, не порадовал. И лишь к его окончанию я был более-менее доволен им, после того, как его чуть-чуть исправили и улучшили. Посмотрим, что же с Аспожигой, посмотрим, насколько она актуальна, насколько она интересна и насколько там можно хорошо фармить кристаллы. Если вам нравятся подобные видосы, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что все оповещения приходят в нашем дискорд сервере. Что касаемо карты, то я, в принципе, так и думал, что именно эта карта будет у нас, нифига себе, вот это заходикс, вот это заход, вот это начало. Что касаемо в целом Аспожиги, то я скажу, что это один из лучших специальных вооружений, да, вот именно режим со специальными вооружениями, это один из лучших режимов, по моему мнению. Мне лично Аспожига всегда нравилась. И то, что здесь одна точка, это прям вообще великолепно. За счет того, что здесь одна точка, есть возможность супер оверпуша, домашки безумной на точке, ну и, понятное дело, что если у вас есть возможность хорошей плотной домашки, есть возможность хорошего бомбического фарма. И единственная проблема, это только то, что на Аспожиге у нас получается с ЦП режимом не такой жесткий фарм по кристаллам. Ну и посмотрим вообще, насколько это так, насколько это правда, ну и главное, чтобы мы здесь быстро каточку-то не слили, нам желательно точку-то тоже контролировать, потому что иначе это Габелла. Так, ничего себе, вот это меня заснайпил Unbeatable. Еще и сразу знает, что я видос записываю Unbeatable, ох сука. Сразу все в курсе. Так, здесь падает очень много дроповых расходников, что является, конечно же, плюсом, от которого можно всегда отыгрывать. Так что пробуем, 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 пробуем. Да, что-то меня тут нормально так застрим снайпили, я смотрю. Тут уже много челов шарят. Чатики. Так, у нас есть точка голда на центре, забираем. Всегда под голд надо забирать точку и стараться выпушивать противника, чтобы еще накидывать им дополнительно дамага. Пока они будут ловить голды, у нас есть как раз-таки возможность еще дополнительных киллов. Также, будет интересно посмотреть вообще, насколько много этих голдов падает, потому что пока что это только второй голд, и по ощущениям особо повышенного шанса выпадения золотых ящиков у нас нету. Кто-то мне подсказывает. Но, может быть, я не прав. Так что посмотрим. Это очень важно для меня лично. Так, ну и точка пока что у нас контролируется идеально. Нулевого урона нет вообще. Это просто лучшая воспожига в мире, которая только могла быть. Отлично, заходим. Сзади. И неплохо накидываем домашки. Так, давайте поздороваемся тут. И поздороваемся тут. Чтобы потом никто не говорил, что я ЧСВ, и то, что я ни с кем не здороваюсь. Поэтому, как-то так. Так, неплохой заходик с края. Двух на поджог, если постоянно с респа давать хотя бы по два поджога. Это уже будет очень и очень неплохо. Голда точка у нас на центре. Летит наш замечательный Мэтью Рейд. И пробуем под него сыграть. Ну и... Нет, к сожалению, не забираю. Но это было близко, если честно. 300 очков у меня уже прошло всего лишь полторы минуты. Ой, полторы, три с половиной минуты. Посмотрим, сколько вообще здесь реально набить. Если тут досрочка в 50, это тоже очень важно знать. Крит по 1000 урона. Но это тоже супер. Когда такой критовик в платке залетает, это всегда в плюс. Я видел сегодня скрины, как молодой человек набирал здесь по полторы тысячи. Поэтому в теории у нас есть тоже шанс набрать большое количество опыта. Главное, чтобы у нас не было дальних респов. И чтобы мы всегда успевали хотя бы по два танка поджигать. Это уже будет очень и очень неплохо. Также у нас по точкам здесь. Я знаю, что точно может голд упасть сверху. И голд может упасть в домах. Поэтому что там, что там. Можно тоже поймать моментикс с выпадением золотых ящиков. Ну и также дополнительно мне, конечно, хотелось бы давать еще больше киллов. И, ну, конечно же, контролировать точку. Особо сильно тут на голды в рамках видоса мы точно не будем делать акцент. Ну и плюс нужно понимать, что это голды метеориты. Соответственно, шанса их подбора особо легкого нет. Вот если так всегда въезжать и столько танков поджигать, то, в принципе, по очкам это будет супер. Плюс еще нужно, конечно же, контролировать всегда дроповую расходку. За счет нее можно еще половишку больше урончика наносить. Офигеть! Крит почти две тысячи? Серьезно? От аптечки? Блин, не успел я до аптеки доехать. Если еще бы на двойных и плюс аптека, это вообще было бы идеально. Также в этом режиме можно катать группой. А в связи с тем, что здесь есть группа, я думаю, что мы соберем хорошую пачечку на стримчик. И будем бэмсить грязно. Будем, будем, 100% будем. Я более чем уверен. Это такой режим, на котором нельзя не фармить. Ну и сегодня по планам у меня тримасики на втором каналчике. Поэтому, если вы вдруг смотрите этот видеоролик, знайте, что у нас на выходных днях тоже планируются стримы на втором ченнеле. Ссылочку на него в описании, конечно же, оставлю. Поэтому, если что, переходите. Поддерживайте там стримасик тоже лайком. Ну и не теряйте. Я стараюсь и там тоже стримить, когда у нас, например, на основном канале. И так, чересчур много всяких разных активностей. Поэтому, как-то так. Так, каточку мы пока что проиграем. Я еще тут немножко подрасслабился. Больше акцентирую внимание на дроповую расходочку. Но надо как-то еще и точечку разыгрывать. Стараться забирать. У вас пожига скины, конечно, прям супер сочные. Ну и я думаю, что если мы тут пачкой будем играть на такой вас пожиге, то у нас должны хорошие результаты получаться по итогу. Мне так кажется. Единственное только, насколько будет здесь сложно удерживать натикс. с людей, которые знают. И которые будут специально сливать. Ну, это уже совсем другая, конечно, история. Так, пробуем здесь забирать еще. Но то, что нулевого урона нет, это, конечно, супер круто. Это прям очень хорошо. Без нулевого урона такие режимы, это просто кайф. 800 очков у меня уже. Осталось 8 минут до конца. Пока что по ощущениям выглядит прям супер круто. По набору все идеально. Ну и, конечно, нам желательно точку забирать, даже когда падает голд. Чтобы у нас тиммейты были тоже заинтересованы в этой победе. Потому что, как мне в чате написал молодой человек, что надо точечку контролировать. Надо. Если надо, значит надо. Значит будем контролить. Значит будем стараться забирать. Так, пожог там сработал, одного слил. Так, дроповая расходочка у нас на центре все падает. Пробуем разыграть пару танчиков. Так, и... Ой-ой-ой, конфеточка! Конфеточка была бы моя первая на этом аккаунте. Если б я б ее забрал. Но я ее, к сожалению, не забрал. Только я еще вот не могу понять, сколько здесь хп у вас пожиги. Если там крит проходит на 2000 урона и танк сразу не погибает, значит здесь у вас по ощущениям 3000 хп, да? Тут что-то повысили хпшечку. Но голдов, кстати, начало сыпать неплохо. Повышенные шансы выпадения голдов имеются. Это очень круто. Так, и у нас падает дроповая расходочка. Попробуем сейчас под нее сыграть. Попробуем ее подзабрать. Отлично. В спинку мне заходит боец. Ну, поджиг по двоим я дал. Но, к сожалению, ни одного, ни второго я не забрал. Так, дроповая ддшка падает плюс броня на базе. Попробуем что-то здесь отжать по дропчиксу. Хотя бы бы аптечечку забрать. Баллона не хватает. А, аптечку тоже наши тиммейты забирают. Так, что-то мы улетаем бесшансово. Что-то мы улетаем бесшансово. Здесь победа тоже очень неплохо роляет. За счет того, что за победу как раз-таки у нас будет 60% фонда нам в копилочку лететь. А вот за поражение сороковочку забирать. Ну, такое, знаете, не очень круто. Поэтому желательно, чтобы наши тиммейты тоже здесь на точечку подгоняли. А то пока что с таким акцентиком кто-то мне подсказывает, что не особо кто-то гонится здесь. Это что, контейнер? Мне показалось, что это еще одна конфета. Так, тиммейты забирают точку. Это хорошо, это хорошо, это очень хорошо. Тиммейты были заинтересованы в точке, а не в голдах. На один молодой человек сверху там гол ждет, да, я так понимаю, на вас по жиге. Либо что он там делал, фиг его знает. Но шикарно, что здесь сделали только одну точку на центре. Это прям вообще мое уважение. Просто мое уважение. Здесь могли сделать три точки. Одну слева, другую по центру и другую справа здесь на вышке. В доме там, да. Но сделали одну и я безумно этому рад. Потому что вся рубка на центре, это прям супер кайфово. Если учитывать тот факт, что первый режим мне по сути вообще не напоминал о том, что у нас в игре проходит Хэллоуин. Да, и я вообще не чувствовал вот этой вот Хэллоуинской атмосферы. То сейчас вот с таким режимчиком я надеюсь, что я эту Хэллоуинскую атмосферу прочувствую. И прочувствую очень и очень хорошо. И как раз таки за счет этой Хэллоуинской атмосферы мы, я надеюсь, вместе с вами здесь набеймсим очень неплохие циферки. И все у нас в этом плане будет супер. Так, молодой человек ждет ДДшку дроповую. Ну пусть забирает у него в принципе. Двойные будут. Так, ну у нас точка улетает в очередной раз. Начинают менять, чтобы езжать. Очень так неплохо. Как-то не могу особо затушить, если честно. Как-то на Тушинг не залетает. Но наши тиммейты точку забирают. Это хорошо. Это шикарно. Пробуем разыграть. Спинной заход. И еще. Хорошо, еще два танка на поджог кинул. Шикарно, еще и одного добил. 1200 очков. Здесь по полторушке вообще смело можно давать в этом режиме. Может быть даже по двушке можно давать. По ощущениям. По ощущениям в этом плане очень неплохо залетает. Единственное только то, что вот видите, танки не так быстро можно уничтожить. Не так быстро они уничтожаются. Так, голд у нас паутинкой в боку. Но нам надо забрать точечку. Нам надо обязательно забрать эту точку. Обязательно забрать эту точку. Но меня сливают. Пока голд падает. У нас очень близкий счет. Очень близкий счет. Так, и что там падает? Простой обычный голд, да? Очень близкий счет. Но такие катки нельзя проигрывать. Это наша каточка. Это 100% наша каточка. Я, кстати, думал, что вот этот вот танчик уже умер. А он, оказывается, еще живучий остался. Еще 303 минуты до конца. На свои полтора я точно иду. Дроповая ддшка на базе у противника. Попробуем поджечь. Но меня, наверное, очень быстро набреет. Да, ептить на двойных коробках. Еще под аптеку играет. Ой-ой-ой-ой-ой. Если бы он еще аптечку забирал, это было бы очень сильно. Да, здесь за счет, конечно, дроповых расходников можно очень неплохо добиваться успеха. Ух! Ух! По тысяче двум по поджогу! Блин, не, ну тут надо очень сильно дроп контролить. Дроп здесь решает очень много. Очень просто много решает дропчик. Так, пробуем законтролить точку. Это, по сути, наш один из немногих шансов сейчас остаться здесь в игре. Если мы сейчас на контролинг эту точку сделаем. Но точка в очередной раз улетает противнику. Так, пробуем, пробуем, пробуем. На надувчик, на надувчик, на надувчик! Отлично! Четыре танка на поджог дал. Но тиммейты доработать. Доработать некому. Доработать некому. Там у нас афака что-то стоят, ребятки. Две минутки до конца. Дроповую дэшечку я подбираю, чтобы чуть-чуть подсейвиться. Плюс дроповая расходка выпадает еще. Пробуем раскрутить через право. Пробуем, раскручиваем. Отлично! Отлично! Так, дропчик начинает падать. Пробуем отыграть от дроповой дэшки. Дабл дропчик съесть. Аптечки дроповой нету. Пробуем жить, пробуем жить, пробуем накидывать. Меня все равно сливают, но надо точку контролировать. Точку, 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 точку. Анбитовал там соло пытается что-то сделать, но... Его уносят. Дэшка дроповая. Забирает молодой человечек. Держим, о боже, чел пишет. И при этом... И при этом кто-то едет в голды, забирает конфетку вкусную. Но я, конечно, хотел бы тут выигрывать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая мясорубка! Еще бы баллона было бы у Жиги побольше. С поджогом более жестким. Вообще было бы шикарно. Так это при том, что еще противников на одного меньше. Противников на одного меньше. Они нас и так урабатывают и контролируют здесь точку. 50 секунд до конца. Это свидетельствует нам о том, что... Как раз таки, даже если мы без перерыва до конца эту точку держать будем... По ощущениям, уже эта каточка не выигрывается. Еще хороший поджог по три танка. Дал 1500. 30 секунд до конца. Но очки, конечно, формятся безумно жестко. Прям безумно жестко. Сейчас посмотрим, сколько опыта я заработаю за эту катку. Но по ощущениям, очень неплохо. Очень, очень неплохо по ощущениям. Так, пробуем раскрутиться. Здесь всегда надо с фланга заходить, чтобы это всегда было эффективно и работало жестко. Но 5 секунд до конца. И... Мы проиграли. К сожалению, глубочайшему. 13 тысяч опыта. Закатку без дропа. Без расходки. Ну, я имею в виду, не без дропа, а именно без расходки. Без дронов. То есть, вы не используете свои припасы. Вы не используете батарейки. И при этом фармите по 13 тысяч кристаллов. Ой, опыта. Кристаллов мне, конечно, дали очень мало. 5 тысяч. Но, я так думаю, что в таком режиме на кристаллы особо сильный акцент делать не стоит. Но, какие 6-7 тысяч, я думаю, за одну катку здесь фармить можно. И, если зарабатывать такое безумное количество опыта, то званочки как раз-таки к нашей 400-й легендочке могут здесь залетать очень жестко. И я, как любитель вас по Жиге, конечно, одобряю такой режимчик. И плюс понимаю, что здесь можно, можно ловить энергию. Можно ловить эти конфеты. Можно фармить еще сверху с голдов. И, в сумме, получать очень хорошую прибыль. Честно, я ожидал, возможно, даже меньшего от этой вас по Жиге. Но, если бы еще здесь, знаете, кристаллов дало бы не 5 тысяч, а 8 каких. Я был бы еще более рад. Но, в целом, в целом, очень круто выглядит. Очень интересно, как по мне. Ну, и я лично в таком спецрежиме заинтересован. Как любитель вас по Жиге, я думаю, что в таком режимчике мы точно с вами покатаем и покатаем много. Пишите, что вы думаете по поводу этого замечательного спецрежима. Как он вам. Возможно, вы уже поиграли. Возможно, вы просто посмотрели видосы и уже какую-то свою картину из этого сложили. Обязательно подписывайтесь на канал, если не подписаны. Поддерживайте данный видос лайком. Также не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунтике. Мой личный тег это TectiMP. Устанавливайте его. Поддерживайте меня. И участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. Уже в это воскресенье. Итоги розыгрыша. Но, если вы вдруг не успеете, у нас после этого розыгрыша сразу стартует следующий розыгрыш. И вы спокойненько можете участвовать и в последующих розыгрышах по нашему тегу создателя контента. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.